Накус город в Каракалпакстане Нукус, узбекский, Нукус, Накус, Каракалпакский, Накис, Нкис, Казахский, Нукис, шестой по величине город в Узбекистане и столице автономной республики Каракалпакстан. Население Нукуса на 1 января 2018 года составляло около 312 тысяч 100 человек. Река Амударья протекает к западу от города. Город известен прежде всего своим Нукусским художественным музеем мирового класса. История названия Нукус происходит от древнего племенного названия Каракалпаков – Нукус. Накус из небольшого поселения в 1932 году превратился в большой современный советский город со широкими проспектами и большими общественными зданиями к 1950 годам. Изоляция города сделала его местом размещение научно-исследовательского химического института Красной Армии, крупного центра исследований и испытаний химического оружия. В 2002 году Министерство обороны США ликвидировало Институт химических исследований, главный центр исследований и испытаний агента «Новичок», в рамках программы совместного уменьшения угрозы стоимостью 6 миллионов долларов. С приходом к власти советской власти город Турткуль стал административным центром автономной области Каракалпакстан. Однако в 20-х годах Амударья, находившаяся в 12 километрах от берега реки, оказалась под угрозой разлива Турткуля, в результате чего ядро Каракалпакстана сместилось в сторону Накуса. В 1932 году город был официально основан. Это центр экономики, травительства, политики и культуры Каракалпакстана. В Накусе находится Накусский художественный музей, также известный как Государственный художественный музей Республики Каракалпакстан имени Игоря Советского, и Государственный музей. В Государственном музее находится обычная коллекция артефактов, обнаруженных в результате археологических исследований, традиционные украшения, костюмы и музыкальные инструменты, экспозиции исчезнувшей или находящейся под угрозой исчезновения флоры и фауны этого района, а также по проблеме Аральского моря. Художественный музей известен своей коллекцией современного русского и узбекского искусства с 1918 по 1935 год. Сталин изо всех сил старался уничтожить все несоветское искусство этого периода и отправил большинство художников в ГУЛАГ. Необходима цитата, и сам советский, и коллекция в Накусе сохранились, потому что удаленность города ограничивала влияние и досягаемость советских властей. Документальный фильм «Пустыня запретного искусства» рассказывает о коллекции и ее истории. В Накусе также находится дом музея Мета и Аймхана Шамуратовых, центр каракалпакской музыки и устной культуры. В коллекции музея представлены личные вещи Шамуратовых, в том числе сценическая одежда, фотографии, рукописи, книги, письма. Экономика в 2019 году «Свободная экономическая зона» СЭС, Накус была создана с целью привлечения прямых иностранных и внутренних инвестиций для производства импортозамещающей продукции, востребованной на внешних рынках. Эта СЭС будет действовать 30 лет.